МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Написали обращение в ЗАГСобрании правительства Карелии, чтобы узнать, куда исчезли заработанные деньги. Следующим шагом может стать коллективное обращение к президенту. Сотрудники Муизерского дорожного участка государственного предприятия «Мост» приостановили работу перед Новым годом и не знают, что делать дальше. Заработную плату за октябрь, ноябрь и декабрь они до сих пор не получили. Людям должны около 2 миллионов рублей. Часть дорожных рабочих перешла к новому субподрядчику из Кандалакши, который в настоящий момент занимается уборкой муизерских дорог. Остальные ждут. Люди доведены до отчаяния, раздавались голоса даже вплоть до того, чтобы объявить забастовку, перекрыть дороги. Это, сами понимаете, неправомерные действия. Но, тем не менее, уже даже такие мысли звучат. Потому что у людей, по большому счету, нет уверенности, что наши республиканские власти разрулят эту ситуацию. По словам руководителя дорожного участка, в Карельском Минтрансе уверяют, что все обязательства перед предприятием выполнены. С удобствами на этаже жители сгоревшего дома на Октябрьском проспекте получили от администрации Петрозаводска временное жилье. Норматив 6 квадратных метров на человека. Как признались горожане, выбирать им не приходится. Была бы крыша над головой. Однако претензии к подменному жилью у них имеются. Как устроились переселенцы, выяснил Александр Лычагин. Людей, оставшихся без крыши над головой из-за пожара на Октябрьском проспекте, переселили в маневренный фонд буквально на следующий день. Пять семей из восьми переехали в общежитие на улице Щерса. По словам горожан, условия не самые плохие. В комнатах тепло, чисто, полы, стены и потолки не рушатся. И слава богу. Как призналась петрозаводчанка Татьяна Егорова, в студенческие годы она жила примерно в таких же условиях. Однако общежитие всегда остается общежитием. Естественно, в моем возрасте уже начинать все сначала, это грустно. По словам жильцов, после собственной квартиры привыкнуть к условиям коммуналки будет непросто. Туалет на этаже, общая кухня с неисправным водопроводом, все прелести типичного петрозаводского общежития. Особенно, если учитывать тот факт, что в пожаре сгорело даже самое необходимое для жизни. Несут и постельное белье, и все. И тарелки, и чашки. Чужие люди совершенно позвонили и сказали, Галя, там через пятое колено возьмите вот чайник, вот эту вот духовку, микропоновку. Мы вам дадим и комплект постельного белья. Я говорю, хорошо, мы приедем, конечно, у вас ничего нет. Полусгоревший дом на Октябрьском проспекте признан аварийным прошлым летом. Расселять его планируют в 2022 году. В маневренном фонде по горельцам придется задержаться надолго. Жителям уцелевшего подъезда будет еще сложнее. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что уже завтра, в субботу, изменится режим работы светофора на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской. А теперь коротко о других событиях. Главу отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева наградили орденом замужества премию имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. В Москве получила дочь правозащитника Екатерина, так как сам Юрий Дмитриев находится под подпиской о невыезде. Мэрия демонтировала незаконную рекламу на лесном и проспекте Ленина, улицам Попова, Дзержинского, Лыжной, Чапаева, а также на Березовой аллее и Скандинавском проезде. Собственникам несанкционированных рекламных конструкций предлагают убрать их добровольно. В противном случае это сделает администрация города, а расходы взыщет в судебном порядке. Более трех десятков заявок на благоустройство общественных территорий получила от горожан комиссия по реализации проекта формирования комфортной городской среды. Войти в ее состав приглашают неравнодушных горожан, а также представителей общественных организаций города, депутатов Петросовета, СМИ, представителей политических партий и движений. Заявки от желающих принимаются до 5 февраля. Петрозаводский университет приглашает на бесплатные курсы польского языка. Занятие ведет преподаватель из Польши Каролина Пыка. Уроки будут проводиться после пяти вечера. Подробности по телефону 78-4169. В Госдуму до конца февраля внесут законопроект о компенсации государством половины затрат на платные медицинские услуги. Сейчас полис ОМС не покрывает многие расходы на лечение, и многие граждане предпочитают сразу идти в платные клиники, чтобы не ждать в очередях. С читательским билетом национальной библиотеки попасть в музыкальный театр можно с 30-ти процентной скидкой. Ближайший спектакль, участвующий в акции «Читательский билет на балет» состоится 7 февраля. Это будет балет на музыку Прокофьева, Ромео и Джульетта. Вечный огонь, здание администрации города и Онежская набережная. Эти городские объекты знает каждый петрозаводчанин, однако не все знакомы с их автором. Бывшему главному архитектору Петрозаводска Эдуарду Андрееву исполнилось 80 лет. Эдуард Андреев трудился в должности главного архитектора Петрозаводска в те годы, когда в городе велось наиболее интенсивное жилищное строительство. Участвовал в проектировании куковки, ключевой и древлянки. Благодаря архитектору в городе появились новые парки, скверы и памятники. Самые известные работы Эдуарда Андреева – мемориал «Вечный огонь», «Онежская набережная» и здание администрации города. К слову, этот объект партийные руководители планировали разместить прямо на территории нынешнего губернаторского парка с видом на завод. Беспартийный архитектор, рискуя потерять должность, вступил в полемику с партийными органами. Я тогда Иван Ильичу сказал, что если вы тут примите решение все-таки здесь строить, то придется мне на этом месте застрелиться. Он сказал, давайте поедем смотреть, где вы предлагаете. Не надо стреляться в молодого человека. В итоге архитектор добился своего. Здание стоит на своем законном месте в полном соответствии с генпланом. По словам Эдуарда Андреева, за последние 25 лет карельская столица заметно изменилась и отнюдь не к лучшему. Название самого зеленого и благоустроенного города северо-запада уже никто не претендует. А должность главного архитектора и вовсе сокращена. Катя и Рихард. Тайны жены Зорги. Так называется история о красивой и трагической любви нашей землячки Екатерины Максимовой и знаменитого разведчика Второй мировой войны Рихарда Зорги. Автор книги, заслуженный журналист Карелии Юрий Шлейкин. На презентации уникального издания побывала Светлана Пушкина. Катя и Рихард. Эти два имени теперь рядом. Благодаря книге карельского журналиста Юрия Шлейкина. Известный миру разведчик Рихард Зорги. И практически никому неизвестная петрозаводчанка Екатерина Максимова. Она училась в Петрозаводской гимназии, окончила Ленинградский театральный институт. Рихард и Катя встретились в Москве в 1927 году. Стали супругами в 1933. Я рада, что проявили внимание и уважение к памяти людей, которые, собственно, составляют гордость страны. И хотя Екатерина Александровна Максимова была в тени своего знаменитого мужа, но она была таким интересным и ярким человеком, что она заслуживает того, чтобы о ней напомнили еще раз. Рихарда Зорги арисовали в 1941, Екатерину – в 1942. Она умерла в ссылке в Красноярском крае в ноябре 1943, унося с собой множество тайн. Ей было 39 лет. Я хочу выразить очень большую благодарность моему школьному другу, моему другу по жизни Юрию Викторовичу Шлейкину, который взял себя за эту тему, раскопал очень много материалов, которые ради были неизвестны или недоступны. Спустя 75 лет после ее смерти появилась эта книга. Справедливость, чтобы имя Кати знали и помнили. И по сути это могилы нету, памятника нету. Вот это будет ей маленький памятник. Борись до конца, боль временна, триумф вечен. Слова легендарного американского боксера Роя Джонса-младшего знает каждый, кто выходит на ринг. Сегодня их перед боем повторяли полторы сотни спортсменов в Петрозаводском доме бокса. Там стартовал турнир на призы Николая Разумова. Молодец! Удар не должен остаться без ответа. Поэтому, несмотря на падение, сегижанин Никита Федоров нашел силы ответить Аланинскому сопернику и вырвал победу в этом поединке. Самым трудным для себя он считает второй раунд боя. Мы начали эмоции показать. И не получил из-за этого. Сегодня в доме бокса прошли предварительные бои турнира, в котором принимают участие 168 спортсменов из Карелии, Мурманской, Вологодской и Ленинградской области. В поединках участвуют боксеры в возрасте от 12 до 40 лет. По словам организаторов, главная цель соревнований – отобрать юных перспективных спортсменов для подготовки к серьезным состязаниям. До сегодняшнего дня самым титулованным карельским боксером был Николай Разумов, чемпион Советского Союза и капитан сборной страны. В его честь и назван этот турнир. Полуфинальные и финальные поединки пройдут в доме бокса в субботу и в воскресенье. Умеют ли животные говорить? О таких млекопитающих в Карелии пока неизвестно. А вот в морском парке во Франции появился уникальный экземпляр. Касатка по имени Вики научилась копировать человеческую речь. Касатка Вики издает звуки, напоминающие имя Эми, слова «Привет» и «Пока». Исследователи затеяли эксперимент, чтобы проверить, сможет ли животное повторять слова за человеком. Несмотря на успехи Вики, они не уверены в способностях других касаток. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сразу после выпуска смотрите программу Светланы Пушкиной «Открытая дверь». А я, Алиона Сентя, с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok